всем привет продолжается цикл роликов под названием три аккорда три аккорда кому нужно больше на кой черт их больше делать три бы сыграть и это это в общем то было бы неплохо хотя не обязательно можно и один я уже об этом говорил достаточно и один правильно научиться извлекать и музыка уже состоится все будет хорошо я где-то там начал говорить о том что в комментариях я прочитал что блюз это такая однообразная очень музыка все песни похожи одна на другую я не соглашусь я блюз воспринимаю как единый сплошной поток в который ты входишь и плывешь вместе с этим потоком или не плывешь если тебя температура воды не устраивает или скорость течения слишком медленно или слишком быстро вылезаешь на берег и продолжаешь слушать группу дженесис а если устраивает то погружаешься в поток который не разделен на сегменты он единый вот он как потек оттуда из миссисипи скажем в самом самом начале прошлого века так и течет так и льется этот замечательный ручеек или поток или река и в ней очень хорошо проводить время в этой реке ну можно купаться можно плыть можно лечь на спину и вместе с ней так туда поэтому как-то к блюзу ним не подходит вот это вот вот эта точка зрения что вот все песни однообразные вся вся вода в этой реке однообразная ну да ну да море вам нравится в море купаться хорошо там тоже вода везде в каждой точке моря в общем-то приблизительно 1 приблизительно одинаковая но что касается моря да то на юге одно и то же море потеплее да на севере одно и то же море то же самое море похолоднее имеет температуру поэтому что касается блюза белого блюза северного блюза английского скажем он конечно отличается от блюза чикагского от блюза настоящего который там родился и вырос конечно отличается но много хорошего есть и в белом блюзе и даже даже не побоюсь этого слова не сочтите меня ренегатом даже в блюз-роки бывают хорошие вещи и вот например группа бейкерлоу вот такая вот пластиночка и и я и хочу вам представить бейкерлоу что же это такое 1969 год гитарист но помрачительные дэйв клемм клемпсон я впервые услышал клемпсона в качестве гитариста группа колоссиум которую я очень люблю британский я про нее говорил два ролика по моему даже было записано британский как сказать джаз-рок блюз-джаз-рок прогрессив блюз-джаз-рок ну просто невероятно и совершенно а еще и симфоническими даже с классическими фрагментами в лице клавишника дэйва гринслейда но это потрясающе громоподобная колоссальная группа недаром она так и называется колоссиум по-другому не скажу крис фарвелл там вокалист один чего стоит только ух какой очень удачный вокалист очень удачная группа колоссиум до колоссиум клемпсон играл в группе бейкерлоу и было ему здесь 20 лет совсем шпингалет можно сказать пацан как и все остальные двое участников этого замечательного коллектива это терри пул бас-гитары и кит бейкер ударный кит бейкер после распада бейкерлоу о чем я расскажу чуть чуть позже ушел сами понимаете куда знаете все куда ушел он ушел в группу юра и хит с которой записал пластинку солсбери которые многие многие любят а я не очень люблю хотя юра и хип того периода отношусь очень хорошо но солсбери как-то мне как-то мне никак не знаю особенно вот этот грандиозное полотно не очень ложится мне на душу так вот эти замечательные пацанчики 20-летние собрались вместе поиграв по клубам некоторых городов англии переезжая из одного в другой и собрались группу бейкерлоу сначала сначала не назывались по моему бакеру blues band что-то такое потом сократились до бейкерлоу клемпсон учился игре на фортепиано классической на протяжении десяти лет то есть с возраста десяти лет до двадцати он учился классическому фортепиано может быть даже раньше начал вообще лет с пяти наверно начал то есть музыкант совершенно с академической нормальной подготовкой бас-гитарист тари пул учился играть на классической гитаре тоже вполне с хорошей подготовкой а ударник бейкер играл в разных джазовых и не джазовых оркестрах тоже с хорошей базой музыкальной и вдруг понесло их в блюз ни с того ни с сего и понесло не из-за моды явно что слышно здесь а из-за того что они так их проперла эта музыка так они занырнули в этот поток который их понес 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 несмотря на всю эту академическую подготовку их потащила просто сквозь пару через пороги через водопады через повороты туда в эту блюзовую историю и что я могу сказать что двух групп лет зеппелен для одной англии было бы наверно слишком много не случилось наверное поэтому беккер луи прекратили свое существование потому что если послушать вот этот единственный их альбом который ушел в 69 году тут можно долго спорить знаете ли имея ввиду лет зеппелен и беккер луу можно долго-долго спорить хотя спор сам с собой сойдет на нет потому что у беккер лу не было такого вокалиста как роберт плант все на это можно спор заканчивать а что касается инструментальной составляющей то тут ребята боже мой что здесь происходит на первой стороне 5 вещей на второй стороне 2 всем сестрам по серьгам кто-то любит вещи более или менее такие короткие чтобы насладиться и передохнуть а кто-то любит засесть и слушать песню которая на целую сторону идет и так и внимать я люблю и то и другое поэтому мне очень по сердцу это пластинка бигбер фолли первая песня она начинается с гитары клемпсона и все и понятно что это гитарист из разряда гениев потому что что главное в гитарной игре скажите с трех раз угадайте что главное в гитарной игре абсолютно правильно угадали все звук самый главный звук и не имеется в виду студия не имеются в виду обработки не имеются в виду там даже даже усилитель не имеется в виду хотя усилитель это вторая часть гитары гитара без усилителя она не это не это самое смысле звука я имею ввиду усилитель подбирается всегда музыкантом так как ему нужно звук формируется гитары и усилителем только так но главное это звук звукоизвлечения это пальцы все равно все начинается отсюда все начинается отсюда а потом уже датчики электроника усилитель динамики это все потом если нет в пальцах звука то его не будет ни с каким усилителем это абсолютно точно и для тех кто не в курсе вообще не в теме усилитель не в смысле громкости я имею в смысле создание тембра усилитель формирует как раз вот нужный музыканту тембр так вот первые ноты которые сыграны здесь клемпсона в первые вещи они все уже понятно что пластинку слушать будет интересно потому что такой звук такой гитаризм такая любовь и такая такое понимание гитары у клемпсона которая редко вообще-то встретишь на самом деле но мне скажут редко не редко ступень начнут перечислять гитаристов а этот 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 это раз и все и и и 50 фамилий мы назовем рок-музыка сколько существует у нас мы будем условно говорить там 50 лет до 60 лет сколько стран сколько городов сколько групп сколько десятков лет и вот 50 фамилий мы назовем да это разве разве это много это ничь ничто ничто и вот этот звук клемпсона он конечно у вас это просто фантастическая вещь а песня сама по себе она почему-то напоминает больше всего там я завтра по драйву по такой при джазованности блюзовой по ярости ритм секции папа всем бас играет ударная такая джазовость во всем и безумная игра клемпсона конечно гитаре с умопомрачительным звуком который мне кстати по звуку мне больше нравится чем линги даже но это моё мой предпочтительный такой ряд ряд моих предпочтений да скажем дальше бреннин 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 он холм песня вилле диксона классический традиционный абсолютно блюз с полным пониманием фактуры с полным пониманием процесса в котором находятся музыканты очень здорово очень классично а дальше неожиданно driving backwards backwards и мы слышим знакомую мелодию основанную на музыке баха которую играли джет ротал тут и так она здесь расфигачена клемпсоном в хорошем смысле этого слова играется сначала основная тема основная партия а потом начинается джаз джаз ну скажем джаз-рок с гитаризмом с басизмом с ударными со всеми делами просто такая заруба мало не покажется лаз блюз понятно что это лаз блюз и ганг-бэнг последний номер на первой стороне с соло на ударных ломовым совершенно тяжелая лаз блюз такая из из нескольких частей такое полотно странная хоть и блюзовая но какой-то с уходом в так называемый прогрессив куда одну в сторону колоссиум короче говоря уход такой и ганг-бэнг с адским вот этим соло в общем показывается первого первая страна пластинки закончилась и да да вот это парни далее что же будет дальше интересно а дальше начинается на второй стороне полотно this world feeling которое больше всего мне напоминает музыку ранних совы браун в пустоте висящий вокал гитарная фраза пустота висящий вокал в пустоте и такое погружение в печальный британский сумеречный туманный блюз кому нравится это будет полный восторг мне нравится кстати если что полный восторг но совы браун они как начнут так и закончат всегда а здесь они начали как сарбекер лу начали как совы браун а закончили как ладзеппелем громом небес просто благодаря гитаре бас-гитаре и ударным гром небесный в этом самом печальном туманном сумеречном блюзе неожиданным и приятен все-таки не просто туман и наползли тучи и гром загрохотал молнии засверкали ливень полил и и хочется передохнуть с одной стороны а с другой не хочется потому что уж больно хорошо играют больно хорошо играют очень хорошо записано не хуже чем упомянутые мной знаменитые коллективы и грандиозное произведение которое длится 15 ровно минут son of moonshine son of moonshine точнее son of moonshine ну там есть все там есть блюз там есть джаз там есть рок там есть смена динамики там есть смена ритмической структуры смена чуть-чуть чуть-чуть игра с гармонией которая не особенно в общем игра потому что горбу гармония как как задано так и идет дальше потом уходит вообще в один аккорд что я люблю безумно в одном аккорде играется там минут наверное пять но не скучно как говорил заппа можно и на двух аккордах играть будет все вот так и и и в общем это конечно ошеломительная пластинка просто ошеломитель или ошеломляющая можно и так сказать для тех кто любит гитарный тяжелый быстрый сметающий с ног блюз это в полный рост но клемпсон ушел собственно говоря развалив этот коллектив потому что ему одного блюза было мало он очень широкого профиля музыкант широкого профиля гитарист и хотел играть на гитаре разную музыку что и случилось у него в группе колоссиум там он и блюз играл и джаз играл и рок играл и все 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 играл и классическую музыку и все что угодно а формат гитарного блюз трио блюз рокового трио в которым ладжеппельн благополучно существовали после беккер ло его не устраивал а басист и барабанщик кстати говоря перед тем как барабанщик ушел в юра и хип они образовали организовали замечательную группу мэйблиц две пластинки которые у меня есть я про них расскажу отдельно но до записи первого альбома оба оба этих музыканта группу покинули и мэйблиц существовали уже с другим составом но вот эти парни были отцами основателями мэйблиц я пошел пить за блюз пока